Добрый вечер. Здравствуйте. Новости бывают хорошие, бывают плохие. Мы считаем, что новость, над которой посмеялась вся страна, автоматически становится хорошей. В эфире только хорошие новости в нашей ежедневной программе Чисто Ньюс. Смотрите сегодня выпуски. Швейцарские ученые доказали, что с помощью капусты действительно можно увеличить грудь. Виталий Кличко ввел в Киеве новые знаки дорожного движения. Знак СОТ. Изгнав Геннадия Маскаля из своих рядов, партия Батькевщина решила не останавливаться на достигнутом. В Армении в продаже уже появились чехлы для айфон шестого поколения. Еще одна новинка в области технологий. Теперь популярное приложение Angry Birds доступно и обладателям стационарных телефонов. А теперь об этом и многом другом более подробно. ЦИК Украины заявила, что в Раде нового восьмого созыва будет не 450 депутатов, а на 12 меньше. На это возмущенно отреагировал лидер партии «Удар» Виталий Кличко, заявив, что значит на 12 меньше, что за ребусы. Вы можете конкретно сказать, сколько депутатов будет в Новой Раде? По-прежнему сложной остается экономическая ситуация в стране. Если раньше курс гривни был привязан к доллару, то с недавнего времени Нацбанк привязал курс гривны к плинтусу. Финансисты связывают уменьшение гривны с резким похолоданием, потому что на холоде все подобные вещи становятся меньше. В общем, если тенденции не изменятся, то уже через полторы-две недели гривна дойдет до 16 и сможет получить паспорт. Экономическая ситуация в стране ударила по всем профессиям. Не исключением стали и обычные аниматоры. Да вообще, честно говоря, я уже никому не верю и ничего не любит. Единственное, что успокаивает украинцев в такой экономической ситуации, это экономическая ситуация в России. Главный источник пополнения российского бюджета, а именно рынок водки, тает на глазах. Эксперты утверждают, что за четыре года продажа крепких алкогольных напитков в России упала на 27 процентов. Правительство уже готовит свои обращения к народу с просьбой хорошенько забухать, чтобы спасти страну от кризиса. После введения своих санкций в ответ на европейские Россия планомерно заменяет зарубежные товары отечественные. Так называемая подмена уже сказалась на том, что российские пользователи инстаграм стали выкладывать в своем профайле. Теперь странички выглядят примерно вот так. А в связи с закрытием ресторана в Макдоналдс в Москве жители глубинки торопятся в столицу, дабы успеть отведать запретного лакомства. Так, к примеру, семья из Рязани загнала по дороге трех лошадей. Другие новости из России. Российские ботаники заявили, что в результате присоединения Крыма они захватили большие насаждения камыша и кишмиша. Так что теперь, со слов прокурора Крыма, не только Крым наш, но и кишмиш наш, и камыш наш, заявила няш-няш. Для борьбы с непонятно какими преступлениями в России появилась новая непонятная госслужба. Тайные рано или поздно становятся явным. Мальчик, которого пару лет назад Путин поцеловал в живот, заявил, что поцелуй начал действовать. В связи с модернизацией Почта России приняла решение уволить часть своих сотрудников. Сотрудники фонда защиты дикой природы всерьез заинтересовались Николаем Дроздовым. По их данным, дома у ведущего в мире животных происходит черт знает что. А мы продолжаем. Новости с востока страны. На днях некто Геннадий Цыплаков был назначен новым премьер-министром так называемой Луганской Народной Республики. А сразу же после избрания он провел пресс-конференцию. Назначить премьер-министром Луганской Народной Республики Цыпкалова и Геннадия Николаевича. Собственно говоря, Геннадий Николаевич. Есть у вас какие-то вопросы к нему? Вопросов нет. Действительно, раз нет вопросов, кто что пришел. С востока страны продолжают приходить противоречивые новости и наша программа решила не доверять никому и мы установили свое прослушивающее оборудование на территории Донецкой Народной Республики. Почти сразу нам удалось перехватить очень интересный секретный разговор. Здорово. Привет. Ну шо там, как ситуация у нас? Да короче, после того раза вообще ж**. В смысле? Да шо в смысле? Ну осталось 4 маленьких и 2, по-моему, чуть больше. Больших вообще уже нет. Да, так может, давай подумаем, уже можно начинать. На х***е тут думать? Уже нужно. Ну тогда поехали. Б-8. Ранил. Б-9. Убил, это капец. А, ну что ж, теперь многое проясняется. Надеемся, что это не последний разговор, который нам удастся перехватить. Новости столицы Украины. По распоряжению киевской мэрии с 15 сентября закрываются все столичные пляжи. Таким образом, помыться теперь можно будет только за городом. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что утром 27 августа он покатался в киевском метро, а потом еще и на электричке. Хотя, как утверждают сопровождающие его лица, Кличко катался только в метро. Просто иногда поезд шел под землей, а иногда на поверхность. Другие новости столицы. Милиция города Киева убедительно просит. Киевляне и гости столицы, пожалуйста, не шумите в парках. Не мешайте милиции работать. Директор киевского зоопарка отрицает факт продажи льва и тигра. И в подтверждении представил фото животных. Посольство Узбекистана в Киеве открыло свою новую парковку. В столице появились общественные туалеты, которые, помимо привычных функций, также предназначены для знакомств и деловых встреч. На связи наш эксперт из народа Евгений Кашевой. Рубрика «Род народа». Всем привет! С вами Жека. Значит, скоро выходные. И если у вас нет удачи, и вы не хотите копать картошку, то самое время провести их с пользой. То есть, сходить в кино. На что пойти? Ну, на то, что я не видел, значит, я говорить вам не буду про это. Скажу только одно. Я не удержался и сходил на «Неудержимые три». Тех, кого судьба уберегла от просмотра первых двух частей, напомню. Значит, в этом фильме «Неудержимые» несколько старичков-боровичков. Сильвестер Сталлоне, Харрисон Форд, Арнольд Шварценеггерд. Они, значит, пытаются на старости лет заработать себе немного бабла. А конкретно кассовый сбор составил уже 44 миллиона баксов. Так что, если вы хотите помочь им, ну, старичкам, своими деньгами с 60 гривнами, то вперед в кино. Значит, в двух словах рассказывают сюжет. В двух словах. Сюжет фу-фло. Вот. Значит, несколько старичков-боровичков, значит, супергероев наших, строят из себя, значит, неудержимых. Причем в том возрасте, когда неудержимым может быть только мочи и спускай. Так. Сценарий написал Сильвестер Сталлоне. Он в главной роли. Не, наоборот. В главной роли Сильвестер Сталлоне. Он же написал сценарий. Вернее, Сильвестер Сталлоне написал такой сценарий, что он в главной роли. Как мы все помним, Сильвестер Сталлоне начинал с того, что снимался в порнографии. Ну, как мы видим, сейчас он тоже от этого недалеко ушел. Теперь насчет Шварценегра. Представляете? Значит, старичок ради этой роли бросил должность губернатора Калифорнии. Представляете, какое должно быть бабло, чтобы Коломойский бросил в Днепропетровскую область? Это при чем? Днепропетровская область, это далеко не Калифорния. Так что всем нашим депутатам, которые ноют мать, в бюджете нет денег, я хочу сказать, езжайте в Голливуд, господа, зарабатывайте бабло для страны. Вот Кличко, к примеру, мог бы сыграть Командос, Терминатор, Рокки. Где там еще, не надо много говорить. Лешко, к примеру, тоже возьмем, он сильно активный, руками все время машет, что-то рассказывает. Олег Валерьевич, вы же вылитый мистер Бирс, хватит веселить народ бесплатно, езжайте в Голливуд, зарабатывайте бабло для страны. Возьмем Арсения Яценюка, слушайте, ну чем не Джеймс Бонд? Не, ну это если комедию снимать, это я так люблю. Так что фильм неудержимый, советую посмотреть. Ну мало ли, может вы этих старичков в последний раз видишь. Я в смысле в кино. И советую на этот фильм идти без бабы, потому что на фоне их, даже стареньких, я выглядел примерно, ну как Арсений Яценюк на фоне Джеймса Бонда. Благодарю. С вами был Жека. Мастер и фарф. Огромное спасибо, Евгений. Мы продолжаем новостями из Украины. По заявлению Министерства образования, главной проблемой нового учебного года будет отопление. Поэтому работники ОБЛОНО и РАЙОНО придумали недорогой способ сделать так, чтобы дети на уроках не мерзли. Депутат Ляшко в очередной раз получил от Шевченко. Сегодня в библиотеке на голову Олегу Валерьевичу упал Кобзарь. А в новом сезоне на украинских каналах выйдет проект «Холостяк для самых маленьких». В Харькове разоблачена банда злоумышленников, у которых было изъято 10 килограмм флешек с российскими новостями. В Ужгороде полностью сгорел ресторан под названием «Йо-майо». Пожарные с опозданием прибыли на вызов, так как не могли понять, куда ехать после звонков с таким сообщением. Приезжайте, горит йо-майо. Тут горит ресторан, йо-майо. Йо-майо, сейчас все сгорит. Для предотвращения подобных недоразумений советуем владельцам кафе «Блин» и «Елки-палки» поменять срочно свои названия. Объявление. Водители дорогих автомобилей, будьте осторожны. В Киеве орудует банда не слишком умных автоугонщиков. И еще одно объявление для участников дорожного движения. На трассах появились автобусы-самцы. Будьте бдительны. Теперь о хорошем. Хорошая новость для автомобилистов. Вслед за компанией «Тесла», выпускающей лучшие в мире электромобили, завод «Автозаз» также представил первый украинский электромобиль. А вот он. А базовая модель не оснащена батареей и заряжается от обычной розетки. Соответственно, максимальный ежедневный пробег напрямую зависит от длины шнура. Первая партия продукции выполнена исключительно в красном цвете, чтобы остальные участники дорожного движения могли видеть опасность издалека. А впрочем, у электромобиля есть и минусы. В нем полностью отсутствует средство безопасности. Из-за чего он уже и получил на роде ласковое прозвище «Электромогиль». Скандал в шоу-бизнесе. Стас Михайлов порвал Валерия Меладзе. Непризнанная республика Приднестровье выпустила монеты, сделанные из пластика. А как заявил министр экономики Приднестровья, ликвидность валюты подтверждена пластмассовым запасом страны. Ну, мизматы всего мира уже проявили беспрецедентный интерес к этим уникальным монетам. Коллекционеров объединил один общий вопрос – что это за хрень? Еще одна новость из непризнанной территории. Крымские власти сняли запрет на ввоз украинских продуктов. Официальной причиной снятия запрета стал голод. Новости из-за рубежа. В округе Уотком американского штата Вашингтон полиция задержала грабителей, которые похитили ценности из жилого дома. Свидетелем ограбления стала четырехлетняя девочка, которая смогла подробно описать полицейским преступников, и они были задержаны. Теперь Кака, Вяка и Бабай получат по пять лет лишения свободы. Жена президента Эстонии попалась во время отдыха в кафе со своим любовником. Президент Эстонии не стал медлить, а сразу же, через два года, подал на развод. Анжелина Джоли опровергла слухи о скорой свадьбе с Брэдом Питтом. Анжелина аргументировала это тем, что не собирается принимать поспешных решений, и им с Брэдом надо еще чуть-чуть подождать. Где-то семь-восемь детей. Американские ученые отложили глобальное потепление на десять лет. Эта новость особенно огорчила жителей нашей страны, которым в этот неотапливаемый сезон глобальное потепление явно не помешало. А теперь настало время подвести итоги нашей новой, но уже полюбившейся рубрики «Народное фото». Сразу хотим сказать спасибо всем тем, кто принимал участие в нашем конкурсе и присылал свои варианты на нашу страницу в Фейсбуке. А на этот раз в качестве задания было вот такое фото. Среди тысяч подписей мы нашли сотню, на наш взгляд, смешных, и некоторые из них хотели бы вам озвучить. Марина Калинюк, к примеру, не писала шутку, а вполне резонно поинтересовалась. А на что он, собственно, эту рыбку поймал? Ну, мы предполагаем, что на червя. Ирина Буденко. Ура! Парень все-таки выплатил ипотеку. Анастасия Петисова. Коротко и ясно. Рыба есть, ума не надо. Кстати, Анастасия прислала более 30 различных подписей. Спасибо вам, Настя, за активность. Многие зрители нашли в этой фотографии политический подтекст. Например, Вова Чапа подписал так. Высший уровень санкций против России. Ничего чужого, все свое. А некоторые зрители порадовали короткими лаконичными подписями. Вот, к примеру, Владимир Гуменный. И рыбку съесть, и на протеин присесть. Ирина Махно. Рыбофил на тренировке. Александр Скрынник. А ведь русалка обещала, что не залетит. А побеждает на наш вкус и на наш взгляд вот такая подпись. Тут даже музыку можно включить. Тебе холодно и одиноко? Звоню на короткий номер 445, и моя рыбка исполнит любые твои желания. А ее автор Андрей Резник, которому мы поздравляем. Ура! С победой в конкурсе «Народное фото». А наш конкурс продолжается, и хотим выставить на ваш творческий аукцион вот такую безобидную, но не менее странную фотографию. Безобидную. Ждем ваших комментариев к этому фото на нашей странице в Facebook. А мы продолжим нашу программу, и на связи наш постоянный специальный корреспондент Артем Михаличенко. Здравствуйте, Валерий! Здравствуйте, Владимир! Сегодня, как я и обещал, мы опять будем вспоминать ляпы Кличко и опять попытаемся объяснить, что же все-таки Виталий Владимирович имел в виду. Ну что, поехали? Очередной ляп! А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Генеальное выражение. Честно. Трудно понятное. Ну, в будущее могут все заглянуть, но не каждый отчетливо видит, что он в этом будущем, что-то будет представлять. Может быть, он это имел в виду? Я не знаю. Сейчас я даже не понял, что вы имели в виду, в принципе. Ну, видите, перехожу на. На Виталин. Ну, третье, это значит, тоже какая-то деятельность. Мы смотрим, это какая-то проходит дея. Вы смотрите, я смотрю, и они смотрят. Это дея, для кого-то гурта, да? Но не все могут это делать, как он сказал. То есть, не все могут быть участниками, что-то бачить. Не ма часу, дивиться. Я с ним працюю, або не шел, або не знаю про какие-то там обстояния, что их надо поделиться. Дорогие друзья, это было интервью со спичрайтером нашего мэра, который и сочиняет все эти фразы для Виталия Владимировича. Спасибо большое. Да. У меня такое ощущение, что эти фразы вырваны из контекста, потому что в свое время Виталий Кличко очень хорошо проявил себя на Майдане. Я думаю, что есть много желающих подшутить над ним как-то, но я думаю, что вырывать из контекста его фразу не совсем правильно. Да, на Майдане тоже была одна фраза. Давайте посмотрим. И, 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 это у многих была эта фраза. А, да? Да. Украл ее? Конечно. Так, Виталий, еще и плагиат. 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 И, 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 ну, может, слов не хватает, понимаешь? И, 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 закипели все. Да? Да. Тогда добью вас. Финальная фраза. Есть четкое понимание данного ситуации. И у нас есть, что было, мы об этом говорили. Сегодняшняя ситуация, которая есть. И нужно смотреть, какой мы можем, что делать. Ну, комментарии к этому подобрать сложно, честно говоря. Я вам больше скажу. Такое сказать еще сложнее. А вы видели, как он поет или нет? Не видели? Нет. Все не бачили. Не бачили? Не бачили. А можно посмотреть, кстати. Сегодня не все могут завтрашний день смотреть. Не смотреть могут как все, а видим не все. Кричко. Певец. Певец. Это полный певец. Не знаю, но все-таки прошлый киевский голова был все-таки певцом получше, чем Виталий. Да. Ну, Виталий будет стараться? Успехов? Успехов. Ну, хотя это не главное на должности киевского мисковой головы, но пускай старается. Ну, так будет веселее. Конечно, согласен. Всем нам, жить киевлянам. Ну, что ж, и в конце хотелось бы, пользуясь случаем, поучаствовать во всемирном флешмобе Ice Bucket Challenge. И передать эстафету нашему мэру Виталию Кличко, благодаря которому в этом флешмобе все киевляне участвуют еще с мая месяца. Фух. Виталий Владимирович, вы следующий. Спасибо, Артем. Надеемся, мэр Киева принял ваш вызов. А мы продолжаем новостями спорта. И сейчас пришло время нашего традиционного хит-парада сомнительных спортивных достижений. И сегодня он посвящен не обычному виду спорта, а тому самому флешмобу Ice Bucket Challenge, в котором сегодня уже принял участие даже наш корреспондент Артем. Как вы видели, у Артема все получилось, в отличие от молодого человека, который и занимает третье место нашего хит-парада. Неплохо. На втором месте, как говорится, смешалось все в кучу. И кони, и люди. Ну, а первое место сегодня занял не один человек, а сразу несколько, которые не только приняли участие в этом флешмобе, но и изрядно нас повеселили. Ну что ж, новостей на сегодня больше нет. Берегите себя, друзья. А сразу после нашей программы смотрите очередную серию популярного сериала «Смотреть». До свидания. Пока.